Перенос учебного года на 15 сентября приведет к сдвигу приемной кампании в вузах. Приемная кампания в СПУЗы и вузы Кыргызской республики на 2022-2023 учебный год начинается 20 июля и завершается 10 сентября. Минобразование специально дало время для абитуриентов, чтобы те успели донести документы и спокойно начать учебу с 15 сентября. Выпускники, которые поступают в вузы дальнего и ближнего зарубежья, также укладываются в сроки. У нас есть целый международный отдел, детально изучил эти все вопросы. И в вузы дальнего зарубежья наши дети успевают и аттестаты отсканировать, и выслать, и в реальном режиме привезти. Ну и самое главное – это вузы России, Казахстана и других центрально-азиатских стран, они тоже туда успевают. Перенос учебного года чиновники связывали с туристическим сезоном. По словам чиновников, продление позволит внутренним туристам отдохнуть во время бархатного сезона. Это даст такой хороший, эффективный результат для успешной организации проведения летнего турсезона в этом году. Как отмечает Минообразование, в колледжах и вузах учебный процесс, как и раньше, будет проходить в первом, во втором полугодии каникулы и сессия. К началу учебного процесса Минообразование планирует провакцинировать весь педагогический состав сферы образования. Всего по состоянию на 10 августа первой дозой было привито 55 207 преподавателей, что составляет 36%. Отмечается, что всего в Кыргызстане 152 827 сотрудников сферы образования, включая младший и технический персонал. Учителя провакцинированы 36%, осталось только 34%. Открытие учебного процесса, это 15 сентября, остальную часть преподавателей должна быть провакцинирована. Напомним, что прием и оформление документов абитуриентов в учебные заведения Республики ведется посредством интернета с помощью автоматизированной информационной системы 2020.edu.gov.kg. Также работает короткий номер 1818 по технической консультативной поддержке онлайн-зачисления. По короткому номеру 1818 доступна вся информация по вопросам онлайн-регистрации и зачисления в ВУЗы из ПУЗа Республики.